Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Республики Беларусь во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком. В ее составе представители белорусских промышленных предприятий, которые приехали в Самарскую область обсудить варианты развития экономических и деловых связей. Напомним о развитии такого сотрудничества президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорились в конце июня в Минске. Какие возможности для Самары открывает это сотрудничество, с гостями обсудила и глава города Елена Лапушкина. Подробнее в следующем сюжете. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с представителями белорусских компаний возможности для совместной работы в развитии городской инфраструктуры и покупки новых машин, которые соответствуют всем современным стандартам качества. Записали для себя взаимные поручения, что нам нужно проработать на наших территориях и предприятиях Белоруссии, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным. Нам нужно разработать и маршруты, безусловно нам нужно понять цену, безусловно нужно понять готовы ли наши транспортные инфраструктуры принять их электрический транспорт. И, конечно, наши ремонтные мастерские, все это нам надо просчитать, чтобы уже выйти на договорные отношения. Разговоры о сотрудничестве проходили в рамках визита делегации Республики Беларусь в Самарскую область. Это ответный визит. Несколько недель назад губернатор Дмитрий Азаров ездил в соседнюю страну, где были достигнуты предварительные договоренности. Теперь же партнеры подписали несколько соглашений о совместной работе. Политика нашего государства, как можно быть ближе к регионам, как можно сплотнее выстраивать отношения, как в области промышленности, в области культуры, в области образования. И вот эту миссию мы выполняем. Основная цель была, конечно же, посвящаться с руководством компании «АвтоВАЗ», обсудить текущую ситуацию и наметить все точки сближения с данной компанией. Также по итогам соглашений в Сызране будет открыт сервисный центр, который будет обслуживать тракторы Минского завода. Еще одна договоренность о сотрудничестве подписана между Борисовским тракторным заводом и Торгово-промышленной палатой Самарской области. Намечены ближайшие и долгосрочные планы нашего сотрудничества. И учитывая, что это уже третья встреча за последние, наверное, два месяца, да, Петер Иванович? Абсолютно точно. Вот то, вчитывая, что Самара – это столица космоса, я надеюсь, что наши взаимоотношения будут развиваться на тех же космических скоростях. Помимо деловых переговоров, делегацию ждала и культурно-экскурсионная программа. Гостей пригласили в музей «Самара космическая», где рассказали о вкладе региона и города в мировую программу освоения внеземного пространства. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Важность вовремя полученного письма, посылки или бандероли неоценима. Именно этим занимаются работники почты, которым посвящен профессиональный праздник – День Российской Почты. В Самаре этот праздник отметили филармонии. Власти региона и города поблагодарили за работу и наградили лучших сотрудников регионального управления. На праздники побывал Михаил Гермоленко. Он готов поделиться подробностями. Традиционно в июле в стране празднуют День Российской Почты. В этот период принято вспоминать о многочисленных заслугах и, главное, честном служении обществу не только представителей благородной профессии почтальона, но и других специалистов, без которых невозможна работа почты в целом. В Самаре торжественная церемония по случаю праздника прошла в филармонии. На сцене Большого Зала наградили более 230 лучших сотрудников почты. 10 работников этой сферы награждены почетными грамотами губернатора Самарской области. Также некоторые сотрудники были удостоены почетного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области», почетного знака губернатора Самарской области за заслуги в наставничестве, а также звание победителя конкурса «Лучший почтальон». Кроме того, помимо общего праздника, Самарский почтамт отметил свое 150-летие. Работников поздравила глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что на протяжении полутора веков сотрудники Самарской почты профессионально и за дня в день обеспечивают связь не только между городами, но и регионами нашей страны. Безусловно, жизнь не стоит на месте. Безусловно, появляются новые технологии, новые требования. И вы идете в ногу с этим временем. Предоставляя новые услуги, открывая и модернизируя отделения почты, для вас остается неизменным только одно – это ваше служение людям, служение государству. И, конечно, за это огромное человеческое спасибо. Более трех миллиардов писем, посылок, счетов проходят каждый день через почтовые отделения России. От работников этой сферы зависит очень многое, поэтому ответственность, внимательность и терпение – качество которыми должен обладать каждый сотрудник почтамта. Только на территории города в местных отделениях трудится больше полутора тысяч человек, и почти шесть тысяч работают в управлении почтамта региона. От качества работы почты, от того, насколько она клиент-ориентирована, насколько она гибко, насколько она сейчас умеет постраиваться под все динамичные изменения, которые происходят в нашей жизни, зависит очень многое. Почему? Потому что почта рассеет, в первую очередь, конечно же, даже не производственная структура, а социальная структура. Сегодня современное отделение почты – это не просто способ доставки посылок и писем. Это целый комплекс услуг – от оплаты коммунальных и многих других платежей до покупки медикаментов. Не умаляя заслуг прошлого, работники Российской почты с уверенностью смотрят в будущее. Это и серьезнейшая модернизация объектов, и строительство и открытие новых отделений связи. Ну и, в первую очередь, это улучшение условий труда. Самарский почтамп достаточно уверенно лидирует по многим позициям среди почтампов филиала, а также и МАК-региона. Поэтому я уверен, что у данного структурного подразделения очень хорошее будущее. Государственная почтовая служба появилась еще в годы правления Петра. Тогда был издан указ о создании первого маршрута. Он связал несколько городов – от Москвы до Архангельска. Во время Великой Отечественной войны военно-полевая почта была связующим звеном между воинскими частями, кораблями и подразделениями. Почтовикам, словно рядовым солдатам, приходилось брать в руки оружие, чтобы ценным грузом не завладел противник, что могло нанести огромный урон советской армии. И хотя многое с тех времен поменялось, одно остается неизменным – служение людям и государству. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. В Куйбышевском районе Самары оценивают, как были выполнены поручения главы города Елены Лапушкиной, которые она дала во время встречи с жителями. Одна из просьб касалась Ерикпарка, который был благоустроен в Волгаре в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». И уже стал одним из любимых мест отдыха у горожан. По водной глади озера в Ерикпарке плавают утки, по набережной родители гуляют с детьми. Мудилия нарушает звук ремонтных работ. Специалисты устраняют то, что сломали хулиганы. В очередной раз, в мае месяце, когда глава города посетила Ерикпарк, она дала конкретное совершенно поручение по объектам, чтобы все было восстановлено. Вот, восстановили раз. Сегодня, как вы видите, здесь работает муниципальное предприятие «Зеленхоз», устраняет повторно все эти замечания. Лилия Фордиева – мать троих детей. Каждый день семья гуляет в Ерикпарке, любуется озером и птицами. Настроение иногда портит то, что новые скамейки оказываются спицами на граффити, какие-то и вовсе сломаны. Специалисты регулярно приводят все в порядок. Но лавочки и ограждения портят вновь. Хочется, чтобы это все осталось, чтобы мы гордились вот этим нашим местом, чтобы также еще больше народу приходили, гуляли. И хочется жителей попросить, давайте, пожалуйста, беречь эту природу, беречь все, что для нас здесь делают. Навести порядок в Ерикпарке поручила глава Самары Елена Лапушкина, которая в мае посетила Куйбышевский район. Также в ходе объезда она встретилась с жителями других территорий. Обращение которых зафиксировал муниципальный центр управления Самары. На сегодняшний день, где мы проводим сейчас ремонтные работы в рамках восстановления внутриквартальных проездов, люди просили, вот, коли мы зашли, да, там, где-то предусмотреть парковочные карманы, где-то какую-то часть отсыпать, там, гранулятам. Все эти мнения и, скажем так, просьбы людей были учтены на сегодняшний день. Как я сказал, все эти поручения выполнены. Также были вопросы, связанные с деятельностью управляющих организаций, да, были совсем, скажем так, незначительно легко устраняемые, да, где-то это санитарная опилка деревьев, вот, где-то это, там, ремонт общедомового имущества. Все это также было проработано. Выездные встречи главы города Елены Лапушкиной во всех внутриквартских районах проводятся в рамках проекта региональный центр поддержки председателя Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом», который был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Под контролем специалистов и общественников находятся все дорожные работы, которые идут в Самаре. Параллельно с масштабным ремонтом на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается аварийный ямочный ремонт. Это единственный вид ремонта, который в наших климатических условиях можно вести круглый год. Работа производится во всех районах города. С улицы Самарской, которую сегодня избавляли от дефектов, репортаж наших корреспондентов. Яма, которая образовалась на пересечении Самарской и Ульяновской, на первый взгляд кажется незначительной, но может принести водителям неприятности. Дорожные рабочие оперативно ее устраняют. Аварийный ямочный ремонт не требует перекрытия дорог, а применяемая технология не занимает много времени. Установка с сжатым воздухом, продувается, очищается яма. Когда обрабатывается яма битумной эмульсией, засыпается щебнем смоченной эмульсией под большим давлением. И сверху засыпается щебнем более сухим. Так как подается под большим давлением, то дополнительного уплотнения не требуется. Всего несколько минут требуется на то, чтобы заполнить дефект эмульсионно-щебеночной смесью. Сразу после этого можно продолжать движение. Ожидать, пока смесь просохнет, не нужно. Один из плюсов аварийно-ямочного ремонта – его можно проводить очень быстро и в любое время года. Зимой литым асфальтобетоном, летом используют метод карт – до 100 погонных метров, работая с горячим асфальтобетоном, а также эмульсионно-щебеночную смесь. Эта работа не требует практически подготовительных работ, не требует обрубки ям и так далее. То есть она непосредственно устраняется дефект, и техника переходит дальше. В случае, если дефекты уже имеют площадные значения, то работа осуществляется горячим асфальтобетоном. Для этого предварительно на размер дефекта готовятся рубицы карты. Протяженность их может быть от 2-3 метров до 20-30. После чего на нее укладывается асфальтобетон горячий и дефект устраняется. Литым асфальтобетоном за зиму отремонтировали 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также с апреля по июнь аварийный ямочный ремонт провели на площади в 20 тысяч квадратных метров дорог. До конца сезона планируют отремонтировать еще 15 тысяч квадратных метров. Особо пристальное внимание уделяют не только состоянию перекрестков, но и дорог с интенсивным движением, по которым следует общественный транспорт. В первоочередном порядке устраняются также дефекты, которые плохо видны в темное время суток. Приводится в порядок участки, по которым поступили обращения горожан и общественных организаций. Специалисты МБУ Дорожное хозяйство и учреждения подведомственного департамента городского хозяйства и экологии в ходе осмотров дорожных участков оперативно вносят коррективы в перечне объектов, подлежащих ремонту. Отслеживание дефектов осуществляется практически ежедневно, исходя из характеристик. Рассматривается, также изучаются, мониторятся социальные сети, всевозможные, откуда представляются недостатки. Также у нас есть надзорные органы в виде ГИБДД прокуратуры. Также в рамках содержания общей уборки дорог выявляются дефекты, которые предприятие до нас доводит, и принимается решение об очередности их устранения. Контроль организован на постоянной основе. На всех этапах ремонтных работ в выездных мероприятиях участвуют и общественники. Сегодня они наблюдали за охотом работ на улице Самарской. Обращение горожан, как и мнение членов регионального штаба ОНФ, доводится до администрации города для оперативного реагирования. Общественники, без взаимодействия с органами власти, здесь как бы сложно что-либо добиться. Потому, конечно, здесь конструктивное взаимодействие, без которого очень сложно обойтись. Оно необходимо, потому что мы все заинтересованы в одном, в том числе, чтобы наш город был лучше, краше, чтобы было меньше проблем у жителей. И, конечно, в этом плане мы всегда только готовы к сотрудничеству. Напомним, в городе продолжается и ремонт большими картами. Он ведется на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, на улицах Сергея Лозоя 8 марта, ведущем к обновленной вертолетной площадке, рабочие почти закончили фрезерование. Предстоит укладка свежего асфальта. На обеих улицах выполняют устройство нового покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальта бетона. В соответствии с муниципальным контрактом, будет использована смесь «ЩМА-16» на полимерно-битумном вяжущем. Всего же в этом году по дорожному нацпроекту в Самаре планируют отремонтировать порядка 35 участков. Работы на 17 из них уже завершены. Два генподрядчика преобразили более 26 километров автодорог по всей их ширине. Уже обновлена проезжая часть участков улиц Гагарина, Соколова, Дачной, Белорусской, Чкалова, Первомайской, Обувной, Арбатской, Трубной, 128-го километра, Народной, Советской армии, один участок, Вилоновской, Магистральной, Товарной, Заводской, а также Волжский проспект. Работами охвачены еще 10 участков совокупной протяженностью свыше 14,5 километров. На улицах Авроры, Ставропольской, Сергея Лозо, 8 марта, Физкультурной, Солнечной, Ивана Букина, Советской армии еще два участка, а также идет ремонт дороги к кладбищу Зубчениновское. Масштабные работы в рамках реализации нацпроекта должны быть завершены до конца лета. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. В предстоящие выходные сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном главке полиции. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на дороге. Далее, коротко о других событиях дня. В России предлагают разработать и ввести ГОСТ проектирование индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Проект направят в правительство. Мера поможет в развитии ипотеки на такие дома, пояснили эксперты. Без системного подхода цены на загородное жилье растут, а ГОСТ поможет стабилизировать ситуацию. В Росстандарте сообщили, что работа над правилами относительно строительства частных домов уже идет, и ориентировочная дата утверждения документов – третий квартал 2023 года. Регионы могут вводить запрет на самовыгул домашних животных, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, местные власти могут ограничивать выпуск животных из приютов по своему усмотрению и оставлять их там на дожитие. Регионы смогут запрещать выпуск животных в места, где находятся детские, образовательные, медицинские учреждения, объекты повышенной опасности. Закон обязывает правительство подготовить методические указания для регионов по обращению с безнадзорными животными в случае, если те угрожают жизни и здоровью граждан. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация. По-прежнему полеты приостановлены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В качестве альтернативы Росавиация предлагает использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Отдых на пляже оказался самым распространенным занятием среди путешествующих россиян. Второй наиболее популярный вид досуга у туристов – самостоятельное изучение местности. Треть респондентов предпочитает организованные экскурсии на отдыхе. 4% опрошенных посещают фестивали. То же количество предпочитает пробовать блюда местной кухни. По данным исследования, жители России также не прочь уделить время экстремальным видам спорта и горному туризму. В походы регулярно отправляется каждый десятый турист. Однако оказались и те, кто не против поработать на отдыхе. Время за выполнением профессиональных задач проводят 2% опрошенных. 80 акварелей и более двух десятков фотографий. В Центре культуры и творчества «Новое пространство» открылась выставка «Джинниус Локи. Гений места». Метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самалинова. На открытии побывал Александр Гусев и готова поделиться впечатлениями. Изобразить музыку, застывшую в камне, или настроение шедевра архитектуры. В областной библиотеке открылась выставка самарского художника, фотографа и архитектора Андрея Самалинова. Зрители могут увидеть более двух десятков фотографий и 80 акварелей. Два принципа, которыми я руководствуюсь неукоснительно с того момента, как начали стать акварелию в последние три года. Первый – я не повторяю сюжет. Я в принципе не писал один и тот же сюжет. И второе – я заставляю себя показывать все картинки, даже которые мне не нравятся. Это меня стимулирует. Это делает меня ответственным. Андрей Самалинов – архитектор по образованию, поэтому ведущая роль в творчестве отведена впечатлением от урбанистических пейзажей, которые довелось увидеть и сфотографировать во время путешествий. Выставка называется «День и место», и она, собственно, предоставляет вот тот дух многих городов мира, в которых удалось побывать автором. Все города и постройки, изображенные Самалиновым, наделены каким-то особым настроением и даже звучанием, отмечают зрители. Четкие архитектурные линии сочетаются с нежностью и легкостью акварелий. Этому можно поучиться, стилю, вот этому стилю, как он работал. Он вот к выставке «Знаки, символы и мифы» делал работу. Перед ним стояла задача не утратить вот эту вот современность, такую легкость и идею, сделав вот это все на акварельной бумаге, в техниках графики, акварели, то есть вот это вот сочетание живописи, графики, легкости вот этой акварельной. И он эту задачу выполнил. То есть вот эта сейчас работа висит, она представлена. Поскольку художник живет за городом, в своем творчестве он уделяет внимание животным и цветам. Некоторые из работ представлены впервые, так как были написаны специально для этой выставки. Увидеть ее можно в галерее «Новое пространство» до 14 августа совершенно бесплатно. Александра Гусева, Василий Калдашов, События. Сегодня стартует новый сезон чемпионата России по футболу. В первом туре «Крылья Советов» сыграют на выезде в Оренбурге в субботу. Команда уже отправилась в соседний регион. А в Самаре в эти выходные пройдет третий этап Кубка России по пляжному теннису. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты и тренерский штаб «Крылья Советов» завершили подготовку к матчу первого тура Российской премьер-лиги против Оренбурга. После тренировки на клубной базе команда на автобусе отправилась в Оренбург. Матч пройдет 16 июля и начнется в 18 часов 30 минут по самарскому времени. Также стало известно, что близки к завершению переговоры по заключению контракта между «Крыльями Советов» и футболистом Романом Евгеньевым. В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за московское «Динамо» 24 матча и отметился одним забитым мячом. Центровой Иван Лазарев продолжит карьеру в баскетбольном клубе «Самара». Соглашение с ним рассчитано на один сезон. У него есть опыт выступления в «Единой лиге», где предстоит играть самарской команде в новом сезоне. Он выступал за «Оникс» и «ЦСК», «Подмосковный триумф» и «Питерский зенит». В послужном списке Ивана победа в Евролиге, золото «Единой лиги» и Кубка России, а также бронза чемпионата России. В эти выходные в Самаре пройдет третий этап Кубка России по пляжному теннису. Соревнования пройдут в парных и смежных парных разрядах по олимпийской системе. В каждом виде программы планируется, что выступит по 32 пары участников. В Самаре первый в истории Кубок страны по пляжному теннису прошел в 2011 году. С тех пор подобные турниры проходят ежегодно. За свою недолгую историю пляжный теннис в Самарском регионе сделал огромный шаг вперед. Спортсмены уверенно поднимаются во всероссийском рейтинге, повышается качество проведения турниров и уровень популяризации пляжного тенниса в губернии. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Самарская область стала лидером заявочной кампании юбилейного молодежного форума Приволжского федерального округа «Иволга», который пройдет с 21 по 29 июля на фестивальной поляне. От региона подано почти 9,5 тысяч заявок. Предполагается, что участие в форуме примут более 2,5 тысяч человек, в том числе 1900 резидентов, а также активисты общественных организаций и специалисты сферы межнациональных отношений, молодые краеведы и арт-менеджеры, изобретатели и предприниматели, волонтеры и урбанисты, творческие коллективы и артисты этнокультурной направленности. Кроме того, в текущем году на форум приглашены члены российского движения школьников «Дети до 18 лет» и специалисты сферы молодежной политики. В этом году «Иволга» пройдет в новом гибридном формате в режиме офлайн и онлайн, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В рамках целевой программы «Самара социальная» в этом году на ремонт жилого помещения для некоторых категорий граждан выделили 6 миллионов 750 тысяч рублей. Выплатами смогли воспользоваться 250 граждан с инвалидностью. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары» публикует у себя в телеграм-канале адреса районных отделов, где можно встать в очередь на оформление выплат. Это Никитинская, 79, Металлургов, 11, Физкультурная, 100, Рижская, 9 и Сергей Лазо, 33. Администрация железнодорожного района напоминает, что до 27 июля без горячей воды останутся жители переулка Водителей 5 и Байкальского переулка 10, 10А и 12. Это связано с остановкой Котельной для планово-предупредительного ремонта к отопительному зимнему периоду. Жителей Красноглинского района приглашают на праздники «Двора Здравствуй Лето». Они пройдут сразу в нескольких локациях. 19 июля в 18 часов в поселке Управленческий на улице Парижской коммуны, 28. 20 июля в 18 часов в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9. 21 июля в 18 часов праздник отметят в поселке Красная Глинка, квартал 1, дом 4. Хорошее настроение и самые яркие впечатления обеспечены, сообщает телеграм-канал администрации района. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!